Цель закона проекта – обеспечить пациентам равный доступ к услугам стоматолога. По данным Евростадзе, 2014 год примерно 7,6% населения Эстонии остаются без стоматологического лечения по финансовым причинам. И сегодня правительство наконец признает – зубы – это слабое место в нашей системе медицинского страхования. Услуги стоматолога могут позволить себе, как правило, люди с высоким достатком. Для малообеспеченных слоев населения своевременное лечение зубов попросту стало роскошью. Сегодня, например, пенсионеры получают пособие в размере 19 евро. Это называется, так называемым, денежным пособием. То есть после визита к зубному врачу человек с отдельным ходатайством получает эту компенсацию от больничной кассы. То в будущем это пособие будет не денежным, технически говоря, а проще говоря, сумма пособия будет автоматически высчитана со счета. То есть так же, как сегодня люди идут в аптеку и покупают компенсированные лекарства, автоматически сумма компенсации больничной кассы высчитывается и со счета, и так же будет и с суммной помощью. Самые большие государственные компенсации будут получать люди с полной или частичной потерей трудоспособности, лица в возрасте старше 63 лет, имеющие медицинскую страховку, беременные и матери с ребенком до года. Для них государство выделит 85 евро в год. Но для большинства взрослых компенсация составит 30 евро. Посредним расценкам раз в год за такие деньги пациент сможет позволить себе примерно полпломбы или частичную чистку зубов от камней. Конечно, маленькая сумма лучше, чем вообще ничего, но и тут есть нюансы, вызвавшие неприятие оппозиции. Единственный нюанс, что будет процент самофинансирования. То есть для взрослых работающих это 50 процентов. То есть если 30 евро в год хочешь получить, должен 30 евро как минимум заплатить. Что касается для тех групп, у кого будет 85 евро, для них самофинансирование всего 15 процентов. И, конечно же, что немаловажно, для пенсионеров остаются отдельные еще пособия на зубные протезы. Но, как отметил министр, эти компенсации должны мотивировать людей обращаться к врачу сразу же, как только возникла проблема. Главное, что взрослым не нужно будет писать заявление на компенсацию. Сумма будет автоматически вычитаться из счета. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2017 года. В следующем году на программу лечения зубов совершеннолетних предусмотрено 6 миллионов, а в 2018-м 12 миллионов евро.